Львов превратился в политическую столицу Украины, может быть, и всей Восточной Европы. 10 сентября тут неожиданно оказался патрит номер один, без преувеличения скажу, это Михаил Саакашвили. Его сторонники прорвали границу. Вы его лично встречали. Значит ли это, что вы солидарны или одобряете те методы, с помощью которых Михаил Саакашвили вернулся на Украину? Если говорить о Саакашвили, я его знаю еще с тех времен, как он работал президентом Грузии. И мы договорились, что когда он вернется в Украину, он заедет во Львов и мы с ним встретимся. Он, в моем понимании, гражданин Украины, потому что он получил украинский паспорт. И гражданство у него забрали ночью, тайно, что в моем понимании абсурд. Вот одна из проблем Украины, она напрямую связана и с политическим классом этой страны, это, конечно, коррупция. Как вы считаете, возможно ли в Украине справиться с коррупцией, учитывая огромное политическое влияние олигархов? Олигархи контролируют многие телеканалы. И учитывая, например, тот факт, что глава МВД Арсена Аваков занимает до сих пор свой пост, несмотря на разгоревшиеся коррупционные скандалы, связанные с ним. Во-первых, надо обязательно принять закон и ввести возможность антикоррупционного суда. Потому что те суды, которые есть сегодня, они не смогут реально наказывать коррупционеров. То, что мы видим сегодня, это ловля рыбы в стиле дискавери. Словили преступника, Глуценко показал по всем телеканалам, завтра тихо его отпускают, уже никому это не говорят. И вторая вещь, это обязательно нужен новый закон о выборах. Это обещал Порошенко, когда шел на выборы. Открытые списки, пропорциональная система. А сейчас просто покупают округа олигархи. Если это не изменить, они просто скупят всю страну. Потому что есть олигархи, есть меньше феодалы. Вы правы. Но это нельзя сделать за один день. Потому что украинцы не имеют опыта построения страны. Украинцы, понятно, но есть политическое руководство и политический лидер страны. Это Петр Порошенко, который не смог радикально снести уровень коррупции. Понимаете, он продукт этой системы. И у него есть большое желание контролировать все. Вот я помню, говорил с одним президентом нашей страны, не буду называть его имя. Я говорю, а скажите, вот ваше понимание Порошенко. Очень просто. Он президент, он премьер, он министр обороны, министр иностранных дел, министр экономики. Он все. Вы когда описываете Порошенко, вот это мнение, это абсолютно точно описание Путина. Понимаете, Путин для многих лидеров, он как образец, но не все об этом говорят. Такая правда. Потому что многие хотят иметь монопольную власть. Но это страшно для страны, потому что тогда страна идет вниз. Такая правда. Продолжение следует...